Первая инициатива, она одна из важных, таких фундаментальных, о которых сказал государство, это ипотека, доступная ипотека. И при этом здесь тоже видно, что государство сделан хороший анализ, именно ипотека направлена на поддержку широких слоев населения, социально нуждающихся, особенно молодежи. Потому что 7% это очень хороший процент, тем более кредиты ипотечи будут даваться только в национальной валюте, то есть они абсолютно не будут зависеть от девальвационных или инфляционных ожиданий. 20% это минимальный взнос и 25 лет. И фактически это позволяет широким слоев населениям вовлечь и решить самую главную задачу для любого человека, это иметь крышу над головой. Безусловно, вот этот шаг, кроме того, что он имеет огромное социальное значение, оно имеет и мультипликативное значение для бизнеса. Потому что это даст огромный толчок строительному сектору. Первое, это сами строительные компании, у нас их там более 15 тысяч активно действующих, да, есть там 40 тысяч имеющих лицензии, то есть эти компании получат заказы, большинство из них. Второе, значит, стройматериалы, это огромная индустрия, примерно мы сегодня видим, что до 70% основных строительных и нервных, тот же песок, бетон, отделочные материалы, кирпичи, это все выпускают в Казахстане. То есть представьте, эта вся индустрия получит дополнительный импульс, то есть огромное количество денег останется в Казахстане и даст индустрию строительную. А в целом расчеты экспертов показывают, что на одной тенге, потраченной в стройке, 2,5 тенге дает эффекта вот смежим отраслям. Поэтому, безусловно, вот эта инициатива государства не только решает ключевую социальную задачу вот этой устойчивости, а самоощущение гражданина страны, что он имеет связь с своей стороной, строит свою семью, имеет крышу над головой, она имеет огромный мультипуляционный эффект.